Это 10 IQ тюрьма, а это 200 IQ тюрьма. И знаете, что их объединяет? Верно, внутри они состоят из бедрока. На протяжении всего видео я буду проходить их, а в конце мы с вами узнаем, какая из них победит. Прямо сейчас я нахожусь в 10 IQ тюрьме, и всё, что в ней есть, это это окошко, из которого видно собаку, ещё собаку и мартышку. А, ну и также проход. Из окна видно красный факел и два повторителя. В принципе, больше ничего. Так как снаружи ничего не было, выход, скорее всего, находился именно в этой комнате. Поэтому я решил прокликать её, пока не услышал. Нажав на правую кнопку мыши, я оказался в лодке, находясь в которой я застревал в блоках. Поэтому я нажал shift, чтобы вылезти из неё, и оказался в соседнем проходе. Наверху этой комнаты находился раздатчик, лёд и адский камень. Я решил подобрать повторители факел, и факелом активировать другой повторитель. После чего я услышал. Это активировался раздатчик и поджёг адский камень. Лёд растопился, а по воде от него я поднялся. На этом этаже была табличка со стрелкой, а в раздатчике лежала только огниво. На то место, куда указывала стрелка, я поставил повторитель, и это открыло проход. Но перед тем, как туда подняться, я решил забрать табличку, а также факел и повторитель. Я поднялся, сломал шерсть, которая мешала мне пройти, и за нею находился верстак. В печи находился песок и стекло. Я собрал ковёр, увидел, что наверху находится выход, и с помощью всего, что у меня есть, решил подняться. Но мне не хватало блоков. Я решил посмотреть, что находится за верстаком, и за ним ничего не было. Но после я вспомнил, что ковёр можно использовать как топливо. А если можно использовать ковёр, то и шерсть тоже можно. Использовав всё, что у меня было, я получил 6 стекла, которые на верстаке я переделал в стеклянную панель, а после начал подниматься до того момента, пока не уперся головой об блок. Сломал его, и после оказался на свободе. Эта карта была довольно простой, и, наверное, именно поэтому она называлась 10-якью-тюрьмой. Предлагаю дать ей оценку уже после того, как мы пройдём 200-якью-тюрьму. Окей, я нахожусь в 200-якью-тюрьме, и всё, что у меня есть, это люк, липкий поршень и воронка, в которой находится стекло и кнопка. За воронкой ничего не находилось, поэтому я решил использовать кнопку, чтобы активировать люк и лечь. Так как липкий поршень нечем было активировать, я решил забрать кнопку. Но после я увидел, что если я пройду, то я застряну тут и не смогу выбраться. Мне ничего не оставалось делать, кроме того, как поставить стеклянную панель. Далее я поставил кнопку, активировал её и заметил, что я немного сдвинулся. Нажал на неё повторно и оказался прямо в стекле. А сделав прыжок, я вовсе поднялся и смог выбраться. Я попробовал забрать кнопку, но безуспешно. Тогда я прошёл дальше и увидел запертый сундук-ловушку, а также в комнату, в которой была разлита лава. Я решил сломать сундук-ловушку, чтобы посмотреть, что в нём находится. И всё, что в нём находилось, это дубовые доски. Поняв, что с помощью этих вещей я не смогу пройти через эту дырочку, я решил посмотреть, что находилось за этим сундуком. И за ним находился жемчуг Эндера. Я кинул его и оказался в следующей комнате, которая делилась на две. В одной из них была воронка, и чтобы из неё подняться, мне нужен был один блок. Также наверху я заметил булыжник, за которым, возможно, что-то было. Во второй комнате находилась лестница, печка, а также лёд и выход. Я решил спуститься в первую комнату, так как выйти из неё я мог, используя ненужный мне сундук. В воронке лежало два кусочка рудного железа, а за воронкой практически, как всегда, ничего не находилось. Я выбрался с помощью сундука, и всё же спустился в следующую комнату. В печи находилось ещё одно железо, и я понял, что чтобы растопить лёд, мне нужно скрафтить ведро. Я поднял лестницу повыше, и понял, что до лавы я просто так не дотянусь. Да и верстака в этой комнате не было. Как только железо переплавилось, я сразу же его забрал и сломал печку, за которой как раз находился верстак. На нём же я сделал ведро, забрал его, и с его помощью поднялся, чтобы забрать лаву. Также на всякий случай я решил прокликать лаву, и в ней находилась воронка, в которой лежала кирка. И по всей видимости, с помощью этой кирки я смогу добыть этот камень. Я еле дотянулся, чтобы поставить лаву подо льдом, и дождался, когда лёд растопится. Поднялся по воде, и с помощью кирки добыл весь камень. После чего она сломалась. А далее по воде я проплыл в следующую комнату. В ней находилась воронка, в которой лежал песок и цветок. Я забрал воду, и увидел, что в этой комнате находится выход в следующую. Но там не было блоков, и я мог упасть. Я разлил воду, и увидел, что это не воздух, а барьер. После чего я спустился, и сразу же обратил внимание на песок в углу комнаты. Сломав весь песок, я увидел, что за ним находится верстак, и на всякий случай решил забрать его. Также под песком находился гравий, а за гравием находилась воронка, в которой находился гравий. За воронкой снова ничего не было, и я использовал воду, чтобы подняться. Забрал её, посмотрел вниз, и после понял, что мне нужно скрафтить цемент. Я долго вспоминал, как он крафтится, а после понял, что мне нужен не цветок, а краситель. Я его сделал, забрал верстак, поставил цемент, и как только он соприкоснулся с водой, он превратился в бетон. Я спрыгнул на него, продолжил строиться, а когда он закончился, я заметил, что я пропустил нитки. Но подбирать их было опасно, они могли упасть в лаву, что находится под водой. Дальше я заметил воронку, в которой находился маг. Тогда я использовал его, чтобы скрафтить ещё цемента, и с его помощью достроился до конца. Снова решил посмотреть, что за воронкой, и в который раз, за ней ничего не было. Как только я наступил на каменную плиту, из моего инвентаря пропало ведро, и это усложнило побег из этой комнаты. В этой комнате находилась лодка, которую я использовал, чтобы забрать нитки. Выход из этой комнаты находился наверху, и хоть мне не хватало две нитки, чтобы скрафтить две шерсти, я всё же решил подняться, используя булыжник. Наверху находилась воронка, в которой лежали нужные мне нитки, а также арбалет. Я переделал все нитки в шерсть, и использовал все блоки и лодку, чтобы подняться. Здесь находились коровы с названием «Подпишись», и вы должны сделать именно это. Я их убил, и заметил мишень с выбрасывателем. Я попал прямо в яблочко, и из выбрасывателя выпало ведро с рыхлым снегом. Я попробовал с его помощью выбраться, но вспомнил, что мне нужны кожаные сапоги. Именно для этого я и убивал коров. Я скрафтил сапоги, и с их помощью я поднялся. В выбрасывателе было пусто, а за мишенью тоже ничего не было. Тогда я забежал в следующую комнату. И в этой комнате меня ждал вопрос, на который я предлагаю ответить вам в комментариях. Что было в первой комнате? Стекло или лёд? На ответ даю вам 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Кто выбрал стекло, у того хорошая память. После того, как я ответил, я упал в следующую комнату, в которой находилась вода, верстак, а также какое-то окно. С помощью воды я поднялся к этому окну, разбил стекло, и тут меня ждал алмаз и палка. Перед тем, как начать спускаться, я заметил ещё один алмаз наверху. И снова, используя воду, добрался до него. Больше я ничего не заметил, и решил посмотреть, что находится в следующей комнате. В ней находилась воронка и табличка «Одно ведро, три алмаза». Также сверху я заметил палку, подобрал её, и залез обратно, используя воду. Видимо, верстак мне нужен был не для того, чтобы делать на нём инструменты. Я начал искать последний нужный мне алмаз, и нашёл его снова наверху. Забрал его, после чего забрал верстак, и так как на табличке было написано «Ведро, а не ведро воды», вылил воду. Далее я кинул три алмаза, и ничего не произошло. А когда закинул ведро, то мне открылся проход, за которым находилась светопыль, я упал за нею, и оказался в комнате, в которой находился эндер-жемчуг, лава-пад, под которым была воронка, в которой находилась бутылочка воды, и три обсидиана. А за лавой находился потушенный костёр. Также в этой комнате находился житель, торгующий обсидианом за стейки. А над ним была рамка со стержнем и фрита. Немного подумав, я вспомнил, что на костре можно готовить еду, но мне нужно было его как-то поджечь. Мне ничего не оставалось сделать, кроме того, как кинуть эндер-жемчуг через лаву в костёр. И это сработало. Костёр зажёгся, а стейки на нём начали готовиться. Осталось немного подождать, и я решил съесть один, чтобы восстановить немного здоровья. Дождавшись, когда приготовится последний, я побежал торговаться с жителем. Теперь у меня 13 обсидиана, а выход у меня только один. Но перед тем, как выйти, я решил залутать тут всё, что есть, и оказалось, что под костром была рамка, в которой лежал сгусток слизи. Над лавой ничего не находилось, и под жителем тоже. Тогда я решил начать подниматься с помощью обсидиана. В этой комнате находились рамки с булыжником, а также воронка с адским наростом. Я поставил в рестак, на нём я скрафтил зельеварочную стойку, в которую засунул бутылочку воды, адский нарост, и... ничего не произошло. Тогда я решил посмотреть, куда ведёт меня следующая комната, и всё, что тут было, это лава, которую я решил прокликать, и нашёл в ней воронку. В ней лежал огненный порошок, шесть досок, и один фейерверк. Огненный порошок я засунул в зельеварку, и она начала работать. Далее я добавил сгусток магмы, и получил зелье огнестойкости. Ещё я хотел добавить светокаменную пыль, но она не срабатывала. Видимо, автор не знал, что к зелью огнестойкости нельзя её добавлять. Я взял зелье и сломал верстак, выпил зелье, прыгнул в лаву, и оказался в большой комнате. В ней был какой-то выступ, а также яма с каменной плитой. Увидев, что лава стекает вниз, я решил спуститься туда, и оказался в комнате, в которой был проход в один блок, в котором находилась нитка. Я поставил верстак, скрафтил люки, и с их помощью пролез дальше. В этой комнате были крюки, между которыми была не до конца натянутая нитка. Я поставил последнюю нить, активировал механизм, и мне выдали каменную плиту, и три палки. Активировав его ещё раз, мне больше ничего не выдали. Я уже почти вернулся обратно, но вспомнил, что я могу забрать нитки. Я как можно быстрее начал выбираться, снова осмотрелся, и заметил рамку с палкой. Странно, что я её не замечал раньше. Попытался вспомнить крафт стойки для брони, и я вспомнил его. Стойкой я активировал нажимную плиту, после чего в углу разлилась вода. Я поднялся по воде, и заметил какую-то рамку над лавой. Чуть не разбился, и побежал за ней. В этой рамке лежали элитры. Я спустился, у меня осталось пол сердца, и побежал тушиться в воду. Как раз к этому времени, эффект от зелья прошёл. Я надел элитры, и увидел, что наверху открылся проход. Понимая, что я могу разбиться, я всё-таки решил использовать фейерверк. И я смог сбежать из этой тюрьмы. А нажав сюда, вы можете решить, какая тюрьма вам понравилась больше.